Всем привет, это Автошоп. Сегодня выпуски. Автопилот Tesla FSD. Проблем и жалоб все больше. Новый Jeep Grand Cherokee. Hyundai решил наказывать дилеров за наценки. Первый кроссовер Ferrari. Ростер Илона Маска установил в космосе рекорд пробега. Компания Tesla не выполнила обещания и не выпустила в прошлом году коммерческий релиз автопилота FSD. Full Self-Driving. К сожалению, я вам ничего не могу обещать заранее. Сейчас Tesla продолжает клиентское бета-тестирование FSD в надежде закончить разработку в этом году. Но весть из полей говорят о том, что система еще очень далека от совершенства. Бета-тестирование автопилота FSD началось в октябре 2020 года. Сейчас в нем, по данным компании Tesla, участвует около 60 тысяч клиентов. И в этом году должен, наконец, состояться коммерческий релиз. Изначально его планировалось выпустить до конца 2021 года. Систему будет предлагаться в виде опции за 12 тысяч долларов. Купите предводителей, вы это любите. В августе 2021 года в рамках мероприятия Tesla All Day Илон Маск и ведущие разработчики компании рассказали о колоссальном прогрессе в области машинного обучения. Были показаны кадры, в которых FSD уверенно ведет электромобиль в условиях ограниченной видимости. Например, в снежном облаке за фурой. Весной того же года Tesla объявила о том, что отказывается от применения радаров. Мол, FSD прекрасно работает без них. Камеры спутниковой навигации достаточно. Разработка и тестирование FSD проходит на фоне расследования NHTSA, Национального управления безопасностью дорожного движения США, серии однотипных ДТП с участием электромобилей Tesla, оснащенных прежней версией автопилота. Между тем, в последнее время участились жалобы владельцев Tesla в NHTSA на немотивированное срабатывание системы автоторможения. 107 жалоб за последние три месяца против 34 за предыдущие 22 месяца. В алгоритмах работы явно что-то поменяли в худшую сторону. Пустите, я буду жаловаться! Теперь NHTSA будет заниматься и этой проблемой, потому что внезапное торможение может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. В декабре NHTSA после жалоб клиентов вынудила компанию Tesla заблокировать возможность запуска видеоигр во время езды. А в конце января, под давлением агентства, компания Tesla объявила отзыв почти 54 тысяч оснащенных бета-версией FSD электромобилей. В одном из последних обновлений Tesla разрешила FSD проезжать перекрестки со знаком стоп без полной остановки, на малой скорости до 9 км в час. А это напрямую противоречит правилам дорожного движения. О последней отзывной кампании написали все американские СМИ, потому что это первый случай, когда Tesla в открытую пошла на нарушение дорожного законодательства. Заметка по этой теме вышла в том числе и у агентства Associated Press за авторством Тома Кришера, который после ее публикации подвергся настоящей травле со стороны фанатов Tesla. В атаке на Кришера поучаствовал и сам Илон Маск. В ответ на оскорбление в адрес Кришера одним из фанатов, глава Tesla вместо того, чтобы осадить хама, назвал Кришера не журналистом, а лоббистом, ведущим грязную игру. На фоне травли Кришера в знак солидарности с коллегой резко ужесточился тон американских СМИ в отношении Tesla. Компании припомнили, что она сама распустила отдел по связям с общественностью, чем лишила себя возможности конструктивного диалога с прессой. И как нарочно всплыли на свет эпизоды опасного вождения FSD. Например, неосторожный поворот налево на оживленном перекрестке. Или целая серия странных маневров на коротком городском маршруте в Бостоне. В ролике видно, как FSD дважды направляет электромобиль на встречную полосу и вообще ведет себя как неопытный автошкольник. Даже после коммерческого релиза, который не факт, что состоится, FSD останется автопилотом второго уровня по классификации SAE, так как третий и более высокий уровни в США пока не легализованы. Автопилоты третьего уровня, на котором водителю разрешается отвлечься от дороги, разрешены пока только в Японии и Германии. Да и то с массой оговорок и ограничений, исключающих комфортное и долгое использование таких систем. Выход модели Grand Cherokee 4xe на рынок станет важным шагом для бренда по пути электрификации модельного ряда. В Европе представят одну версию в виде подзаряжаемого гибрида. В силовую установку модели входят бензиновый двигатель с турбонагнетателем и электродвигатель. Чисто бензиновых или дизельных вариантов не предложат вообще. Стало быть, это правда. Да, правда. Grand Cherokee 4xe оснащен системой полного привода Quadro Drive 2 с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала, пневматической подвеской и системой управления с учетом дорожного покрытия с пятью режимами движения. Версия Exclusive Launch Edition, с которой начнется выход модели Jeep Grand Cherokee 4xe на рынок, отличаются расширенной стандартной комплектацией и двухцветными легкосплавными колесными дисками диаметром 21 дюйм. Новинка получила полностью светодиодные фары, систему помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, камеру ночного видения и систему предупреждения фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Ах, какая машина! В салоне тоже много изменений. Дверные панели сидений обиты кожей полермо. Также имеются вставки из орехового дерева. Кресла водителей переднего пассажира регулируются электроприводом по 16 параметрам и дополнены поясничным подпором, функциями памяти положения и массажа. В автомобиле новая центральная консоль, система беспроводной зарядки и 10-дюймовые цифровые дисплеи, а также интерактивный дисплей для переднего пассажира. Версия Jeep Grand Cherokee 4BAE Exclusive Launch Edition комплектуется аудиосистемой с 19 динамиками и усилителем мощностью 950 Вт. Модель предложат в четырех вариантах цвета – черный, белый, красный и серый. Все они поставляются с черной крышей и хромированными деталями. Hyundai и Genesis решили приструнить дилеров США и даже наказывать их за взвинчивание цен на автомобили. Этого мы так не оставим. Это мы им запомним. Наши клиенты по всей стране выражают недовольство сложившейся практикой ценообразования, которое, если ее не остановить, окажет негативное влияние на восприятие нашего бренда. Говорится в обращении. Дело в том, что в объявлениях в интернете дилеры указывают одну цену, но приезжающим в салон клиентам озвучивают другую, более высокую. Ишь ты, что ж так много-то? А вес нынче дорог? Также в компании заявили, что высокие наценки наносят ущерб способности брендов привлекать новых клиентов и удерживать лояльных. Hyundai и Genesis намерены воздействовать на дилеров путем снижения квот и лишения преимуществ в рекламе. «Мы не можем бездействовать, наблюдая, как действия вышеупомянутых дилеров сводят на нет все усилия, которые мы приложили для того, чтобы сделать наши бренды тем, чем они являются сегодня», – объясняет автопроизводитель. В некоторых случаях наценки на автомобили составляют до 19 тысяч долларов сверхрекомендованной заводами стоимость автомобилей. Сегмент кроссоверов последние годы интересует не только производителей автомобилей, причисляемых к масс-маркету, но и те марки, которые занимаются выпуском люксовых и спортивных дорогих машин. Так, собственное SUV есть у Bentley Bentiago, которое появилось еще в 2015 году. Lamborghini Urus запустили в 2018 году. Rolls-Royce в том же году начал выпуск Callinan. Презентация Aston Martin DBX прошла осенью 19-го. В скором времени настанет очередь в Ferrari. Я буду рад этому! О том, что Ferrari планирует разработать и выпустить кроссовер, стало известно еще в 2018 году. Как предполагалось ранее, модель может получить имя Pure Sangue. В переводе с итальянского языка это слово означает «чистокровный» или «чистопородный». В компании название будущей новинки пока не подтвердили. Внутри заводской индекс первого кроссовера бренда F-175. Официальных сведений о начинке кроссовера пока нет. Предполагается, что кроссовер Ferrari получит регулируемую пневмоподвеску. По предварительным данным, первыми в продаже появится версия кроссовера с гибридной силовой установкой, в основе которой находится 4-х литровый мотор V8. Совокупная мощность этой системы, вероятно, составит 700 лошадиных сил. Не исключено, что топовую версию оснастят 800-сильным двигателем V12 объемом 6,5 литра. Сильна, малышка! До презентации новой модели Ferrari, вероятно, осталось недолго. В отчете автопроизводителя о результатах продаж за прошлый год говорилось, что производство Pure Seng начнется в 22-м. То есть компания намерена придерживаться сроков, объявленных ранее. Судя по документу, поставки машин дилерам начнутся в следующем году. Прошло почти 4 года со дня запуска Tesla Roadster в космос на ракете SpaceX Falcon Heavy. Ну что, летишь? Мягкого тебе полета! Сейчас автомобиль находится на расстоянии более 377 миллионов километров от Земли. И он ближе к Марсу, чем к нам. Автомобиль удаляется от Земли со скоростью 6 тысяч 5 километров в час, приближаясь к Марсу со скоростью 27 тысяч 955 километров в час. Roadster находится на расстоянии менее 320 миллионов километров от Марса и преодолел 3 миллиарда 200 миллионов километров. За 4 года он совершил 2,5 оборота вокруг Солнца. В итоге электромобиль проехал по всем дорогам Земли 49,5 раз. Tesla Roadster, вероятно, еще цел, но может быть поврежден метеоритами. Из-за космической радиации краска с него, скорее всего, слезла, а салон рассыпался в труху. Ближе всего к Марсу электромобиль Tesla был в 20-м году, в каких-то 8 миллионах километров. Затем он начал удаляться. Теперь он снова приближается к Красной планете. Существует 22-процентная вероятность того, что он может столкнуться с Землей в течение следующих 15 миллионов лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова